Всем привет друзья с вами Уилл Грэм и сегодня я покажу бой на британской ПТ 9 урня Тортоиз, сыгранный на карте Минск. По оборудке я поставил вентилятор, механизм поворота и досылатель. Вентилятором и досылателем я увеличу ДПМ, а механизмом поворота я просто улучшаю его маневренность. Тортоиз, он такой вязкий, как-то его подрит. Давайте по ТТХ танка пробежимся, средний урон 400 единиц, что кстати неплохо на уровне, но не самый высокий показатель конечно же. Бронепробитие 259 мм, хуже только у ФАШа 9, второй снизу показатель. Скорострельность выше 10 выстрелов в минуту, то есть КД меньше 6 секунд. Можно раскачать до 5,5 такими допайками и трофейными оборудками. Вот, что выливается в лучшие ДПМ на уровне больше 4000 единиц. С его сведением в 1,6 секунды и просто регенной точностью на любую дистанцию мы стреляем белки в глаз просто. Главное пробивать. Самый высокий запас прочности 2000 единиц и прикошетная и очень толстая броня дает шанс Тортоизу размениваться с любым противником, не боясь просто остаться в минусе. Ему, знаете, даже его скорость в 20 км в час не вредит. Ты же едешь дальше будешь, как говорилось в пословице. Но, если честно, нам конечно же не хватает скорости для занятия лучших позиций для отстрела первыми, но иногда и этого хватает. в допустим этом бою. Ну да, мы не пострелили по девятой линии, но зато вот по ИСу дали. Тут я что-то не поверил в нашего АМХ, надо было продолжать стреливать из АК, его просто забрали бы. Тут я начал помогать нашему АМХ. Зря. Он там пока держится. А тут я хочу посмотреть, что же у нас на центре. Вот. Вдруг там какая-нибудь ПТ-шка зафитится или какой-нибудь тяж. Мне просто даю, делаю ошибку. Слишком много даю вперед. Могла из ТРВ прострелить. А тут я хочу убрать колонны, чтобы пострелять по ИСу третьему. Что-то в колонну в первый раз не полетело. Второй раз, что я не рискнул. Стрельнул, зато попал бы с уроном. Зачем же разбивать эти колонны? Вот сейчас ИС нам как раз таки продемонстрирует. Видите, он вроде по нам стрельнул, но снаряд просто съелся колонной. То бишь, он просто до нас не долетел. Так бы и наш бы снаряд сделал. Вот. Тут я замечаю, что у нас уже правый борт в опасности, но я почему-то смотрю просто на ИСа. За это получаю увесистую плюху от Е-75. Ну все, мы ИСа этого бросаем. Сейчас нам чисто надо держать это направление. Тут по мини-карте мы видим, что это вот раз в 3-4 танка. Еще нам ИСушка в борт прописала. Спасибо, что хотя бы без урона. Зато теперь мы знаем, что девятая линия прикрывается ИСушкой. Ну а тут нам еще что-то пытается, 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 да никак не может параджетник пострелять. Точнее Бизонта, извините. Вот мы его спокойненько забираем за два выстрела. Ну вот, ну дедовская броня уже как бы не поддается. Слишком рикошетная. Ну и по нам, конечно же, они тоже не могут ничего сделать в лоб. Просто видите, как Тортоиз просто один держит, ну уже, конечно же, три танка. Но все равно, даже эти три танка, они все равно боятся на него ходить. Потому что знаю, что КД очень большое. Очень быстро, точнее. ТПМ большое. Дело, никто не хочет получать Тортоиза. Тут я, кстати, опять сделал небольшую ошибку. Можно было бы получить от СТРВ, если бы он был бы сюда соединен. Но благо нет. Тут еще, тем более, подставляется ИС-75. Мы ему даем спокойненько в борт. Ну и тут-то я помню, что на девятой линии стоит ИСушка. Вот видите, как бы я подворачиваю уже, делаю ромбик. Вот ИСушка засветивается, стреляет. Ну, конечно же, не пробивает. Мы ее в ответ даем на 400. Вот. Ну и все. Опять мы откатили максимально назад, чтобы у нас уже никто к нам ни к спину не зашел, ничего. А мы уже будем простреливать все выходы и входы в этой позиции. Корпион нас просит, типа, останься. Ну, а нам куда деваться? Мы тут и останемся. Правда, ИСа-чета мы не можем убить. Стреляем, стреляем, бесполезно. Ну, спасибо, последний стреляет, он полетает. ИС нас, конечно же, никуда не мог пробить. Ну и все. Тут остается, по факту, один ИС-75 и ИСушка. ИСушка, ну, тут как раз-таки, ну, она так и продолжает там стоять. Пыталась нам попасть в лючок, в командирку. Ну, нет, у нее, конечно, не получается. У ИСушки все-таки не такая точность, как у нас. Ну, вот. Тут, кстати, замешкался и пропустил ИС-75. Как бы вот если по факту-то разобраться, ИС-75 с моей девятой линии никто не отстреливает. И там просто никого нет из наших. Он мне тут может достать, конечно же, больших проблем. Ну, он что-то такой уже весь шотный. Не стал ко мне лезть. Ну, тут я смотрю, может, где не ИСу. Вот она ИСу проезжает. И тут просто выстрел офигенный. Эх, за такой бы выстрел дано хоть бы оторвать. Ну, ладно, мы хотя бы этим действием своим вынудили и ИС-75 поехать. Ну, у нас уже КД прошло, так что мы его спокойненько забираем. Ну, все. Тут у нас остается один ИС-75. Тут, кстати, будет маленький, как бы, лайфхак. Видите, как бы я на него не выезжаю гусенькой. Я просто упираюсь в блок и просто давлю вперед и вбок, и он танк на месте разворачивается. Ну, как бы это просто... Зачем лишний раз терять ремку? Пригодится же всегда. Ну, вот. Пока парень нас пытается выцелить. Вот он пытается ни НЛД, ни ВЛД, ничего. Хотел поселить в командирку, да не успел. Мы его просто бесплатно забираем. С помощью союзников в фулинтанк почти что-то. Ну, вот тут я вперед не давлю. Не выезжаю, как бы, на центр. Потому что знаю, там стоит СТРВ-103-0. По факту, тут-то у нас для нас не было противников. Так, а вот СТРВ нас шьет, ну, куда только... Куда бы не попало, как говорится. У ней бронепробития хватает, чтобы нас пробивать. Ну, и тут я просто, зная, что она там стоит, просто зацеливаю ее позицию. Ну, увы, снаряд не полетел. Ну, зато СТРВ подсвечена, и СУшка с ней справляется. Точнее, СУшка-130. Ну, вот, все. По факту, у нас остается два противника. Это ИС-32, который непонятно, куда уехал. Мы как ему дали последний раз пару затрещин. Он обиделся и просто пропал на весь бой. Мы его ни разу не видели. Где он что? Ну, СУшка-130, она просветилась в подрате Д2. Так она там и осталась. Сейчас она как раз-таки моих противников и союзников пощелкает. Ну, а артовод... Кто-то там артовод. Где-то же на базе на своей стоит. Ну, а нам что еще в этом бою делать? За кем-то бегать со скоростью 20 км в час, это вообще неблагодарное дело. Поэтому мы принимаем решение просто поехать на захват. Да, вот тут уже СУшка разбирается со скорпионом. По факту, остается там один на один с моей. Арта никак не помогает. Ну, а мы, как говорится, тихим ходом, медленно, но верно, все-таки приближаемся к захвату базы. Все-таки я побаиваюсь тут. Третий Тиса-3 в бортике. Ну, вот. Ну, пока мы все, он просто невидимый для нас. Ну, зато засвечивается артовод. Стоял что-то парнишка просто в центре. Не спятался ни в яму, никуда. Ну, мы спокойненько его забираем. Ну, а СУшка с противоположной стороны забирает мою последнюю ПТшку. Союзную. Ну, вот. Мне тут как раз-таки это СУшка и пишет, типа, давай на захват, вот, прижимайся к этим блокам. Ну, конечно же, я так хотел сделать, но при этом, надо было чекнуть первая ИСАКа. Мало ли, может, он там за углом стоит. Ну, вот, встаем на захват. Ну, и вот он, есть блудный сын, как говорится, вернулся. Где был, что делал, непонятно весь бой. Ну, как только я встал на захват, он тут, хоп, здравствуйте, из-за угла. Ну, тут я выстрелнул раз. Выстрелнул два. Не-а. Что-то снаряды как-то не хотят лететь. Выстрелнул три. Опять сбил зато две гусеницы, но... Не даю при этом урона никакого. Ну, зато, благо, хотя бы четвертый снаряд залетает. Арта, спасибо, помогает. Ничем не помогая. Вот. Ну, тут уже все. ИС уже от нас никуда не денется. Один, два. И вот третий снаряд просто решающий для него. Ну, все, тут по факту уже нам уже делать нечего. Просто бери спокойненько захват. Вот, Сушка сейчас как раз-таки забирает моего артовода. И тоже встает на захват. Тут я хочу как по киберспортам питьевному, по указочке, пострелять. Думаю, ну, мало ли, может. Залетит. Так, глядишь, еще будет. На 400 урона, на 500 больше. Вот, но... Надо сказать, наперед, ничего не залетит. Было бы, кстати, весело, если бы то же самое сделала бы Сушка. Зарядив фугас, и просто стрельнула в мою сторону своей базы, и сбила с меня. Это да, было бы, конечно же, весело. Но нет. Ничем таким она заниматься не станет. Да, мы спокойненько просто возьмем базу. Ну, что можно сказать по тортойзу в конце? Просто качать всем. Просто берете, выкупаете и наслаждаетесь. Просто не пожалеете. Оно того стоит. Ну, а по итогам боя это... Мастер, 6 фрагов, 5700 урона, 1518 опыта. У них, кстати, Сушка тоже хорошо поиграла, 4000 накидала. Молодец. Ну, такой бой получился. Всем спасибо, всем пока.